Слушай, ну всё, устанавливаем. Точно стоит, держится. Да, да, нормально. Слушай, короче, он пока за хлебом пошёл, я его послала. Поставим скрытую камеру. Да, да, да. А сейчас он придёт. Вот ноутбук, ноутбук. Видите, он там сейчас прям в игре. Давайте, ставьте лайки, пишите. Это вот мой сервис. Вот, смотрите, могу приблизить. Слушай, я на самом деле хочу узнать, что он делает, как он делает. Готов? Да, да, сейчас он когда приём, минут 20 есть? Ну, слушай, ну, наверное, прям всё уже. Тогда я пошёл прятаться в другую комнату, меня типа нет, а ты типа да. Прошло где-то, наверное, минут 20. Тимур, ты пришёл? Да, пришёл. Ты хлеб принёс? Вообще да. Ты что сейчас будешь делать? Играть. Играть? Ну хорошо, играй. Я тогда пойду заниматься своим делами, хорошо? Хорошо. Всё, я на кухне, если что. Спасибо, что ты меня принёс. Погоди, погоди. Ты хочешь получить почти все права в Майнкрафте? Тогда становись владельцем сервера на сервере Сержокрафт и снимай ролики так же, как это делаю я. И ты вступишь в нашу армию владельцев сервера. Опа, кстати, а вот и Гриффер подъехал. Став владельцем, ты сможешь прописать килл Грифферу. Ещё ты сможешь поставить себе вообще любой префикс, какой захочешь. Став владельцем, ты сможешь превратиться, например, в зомби. Кстати, выглядит это как-то так. Прикольно, да? Прикиньте, как угарно. Вы становитесь зомби и начинаете ломать дом Грифферу. Он вообще не понимает, что происходит. Если ты станешь владельцем, ты сможешь вычислять настоящий IP Гриффера. Прописываем команду син и видим настоящий IP-адрес Гриффера. Можно будет узнать, где он живёт и троллить его. Привилегия часто стала стоить 6 тысяч рублей. Но когда мы выкладываем ролик, привилегия всегда стоит по скидке 500 рублей. Не забывай про это. Нажимай кнопку «Купить». А, забыл сказать. Владелец имеет доступ к региону Гриффера и может ломать его дом. И все эти права ты получишь. И если станешь владельцем сервера, как и я, всё, ссылка в описании под видео. Залетай и ждём тебя. Всё, всё, всё. Не бойтесь, я никуда не ушёл. Я с вами. Я буду смотреть и комментировать видео. В общем, он будет телепортироваться к игрокам, чтобы их убивать и ломать им дома. Смотрим. Опа, опа. Он нашёл дом и нашёл игрока. Сейчас будет самое интересное. Кстати, какого фига у него ноутбук похож на Саша ноутбук, если вы помните. Я чё-то не пойму. Не тот ли он самый друг, который дал ему ноутбук? Короче, я уже не знаю, чё думать, но ноутбук очень похож. Как вы видите, вот вам доказательства. Он ломает дом. И почему-то он владелец сервера. Я не знаю, как он стал владельцем, но он стал владельцем и он ломает дом. Смотрим. Я думаю, чё-то не может. Ты пойдёшь есть? Нет. Ну слушай, ну чё, ты так и будешь играть, что ли? Я не пойму. А чё не так? Ну давай, я тебя жду уже скоро. Ладно, я тебе сдаю ещё полчаса. Спасибо. Давай. Через полчаса, чтобы был на двухне. Хорошо. Если кто не понял, он играет на нашем сервере Сежокрафт. Кто хочет, заходите. По традиции, он нажимает на таб, ищет ник, к кому телепортироваться, и телепортируется. Санёк 123 Pro. Сори, что я не остановил это гриферство, но мы снимали видос, поэтому прости, что не остановил. Он прописал Саньку килл. Ё-моё, блин, это настоящее гриферство. Санёк воскрес и вернулся в свой дом, но грифер не успокаивается и бежит за ним. Смотрите. В общем, дальше он летает, пытается что-то сломать, телепортируется к кому-то, что он только не делает, и вообще он просто летает. Можете просто, запивая чаёчек, под буртербродик посмотреть. Давайте смотрим. Симур. Симур. Ну, ты, во-первых, как со мной разговариваешь? Может, поедим? Да я не хочу есть. То есть только играем, да? Блин, я присел на буквально, наверное, 10 минут. Я только пришёл с магазина. Да ещё и кое-что. В смысле 10 минут? Ты вообще не вкуриваешь, сколько времени, что ли? Ты теряешь время, что ли, когда играешь? Вот знаешь, мне просто интересно, что ты делаешь в этой игре. Такого, что настолько она тебя прям полностью, все цело поглощает. Ты можешь посмотреть. Серьёзно? Вот я и посмотрю. Знаешь, почему? Почему? Посмотри, ты. У тебя камера снимает. А где? Вот. Видишь? Да. Ну чё? Ну чё? Здорово. Ух, я опять позвала здесь, чтобы тебя заснять. Ты чё, даже камеру опять не видел, да? Он ничего не видит. Он ничего не видит. Он ничего не видит. Он ничего не видит. Чётко мы поставили камеру. Чётко, конечно, да. Как тебе твоя игра? Ну как ты? Как ты поиграл? Чё делал, кстати, расскажи. Как вообще? Не удивляет, что я здесь? Вот теперь я хочу точно знать. Теперь я точно узнаю, что он делает. Правильно? Я выложу ролик на YouTube, и ты прям посмотришь, ты можешь. Я прям нарезочку такую сделаю. Да, спасибо тебе мне лично, да. Разгляди. Чё делал здесь, расскажи. Ну, во-первых, стоит с тобой старше разговаривать. То есть чё так. Будь любезен. Покемон там, все дела. Ну-ка. Чё ты делал? Выграем. Помогал игрокам? Понятно. Тё как всегда, да? Всё как всегда. Скажи мне, пожалуйста, откуда у тебя владелец? Потому что у тебя владелец, ник у тебя фризи-пизи. Вот. И префикс у тебя, смотри, какой у неё префикс. Смотри. Смотри, ты лох. Ну, типа, не он лох, а типа, кто читает, тот лох. Да? Вот. Ты лох. Вот он такой префикс поставил. Купил привилегию, ты денег давал ему? Нет. Откуда у тебя деньги? Откуда у тебя деньги? Ну, и привилегия владелия. Она стоит денег. Я ему ничего не давал. Я ему ничего не давал. Префикс ты лох. Второй вопрос. Девч, откуда ты взял денег? Во-вторых, вообще, вот эти выражения, это вообще нормальные? Поэтому я считаю, что нужно всё-таки как-то себя наказать, во-первых. Во-вторых, ну, Тимур, ну, мне уже надоело, честно. Я уже устала приглашать, устала с тобой разговаривать. Честно. Мне кажется, я просто вот заняться нечем, поэтому ты вот так вот делаешь людям плохо. Я считаю, что там совершенно нельзя. Ну, вообще, отчасти это правда, наверное. Ты признаешь? Ну, типа мне правда нечем заняться. А, вот, то есть он не признает. А, я долго признаешь, что ты... А, понятно. Я уже надеялся, что... Да тебе нечем заняться. Хорошо, Тимур, я найду, чем тебе заняться. С сегодняшнего дня. А я пойду монтировать это видео, чтобы быстрее увидел я тебе ссылку лично скину. Спасибо огромное. А я буду сейчас придумывать, чем заняться Тимуром. Да, да, что-нибудь там такое, да. Удачи тебе, Тимур. Надеюсь, я поспособствую удаче в жизни твоей. Все, пока. Скрипку, зубы и играем. До новых встреч, Тимур. Они, думаю, будут. Пока. Дома я, в общем, друзья, я дома. Давайте отключим. Вот, я нашел, он так и стоит. Вот, не двигается. Я у него еще пока ничего не забирал. Вот он, этот человек. Честно говоря, я расстроился. Вот, я сейчас хочу его прям при вас, знаете, я... Давайте его прям при вас забаним. Вот, чик. Получилось, нет? Да, видите, я прям при вас его сейчас забанил. Он забанил от консоли. Это я его забанил сейчас через консоль. Я, друзья, расстроился. Вот у меня телефон. Сейчас телефона забанил. Я расстроился, потому что я столько снимаю видеороликов, я стараюсь. А гриферов, они, ну, не убавляются. Я, конечно, мне скажут, тогда не продавай привилегию. И не надо, и не буду гриферить. Ну, тогда сервера не будет, если не будет продаж. То все продают привилегии, без этого никуда. Сама суть человеческая. Все грифер... Ребят, устал, устал. Надоел, что все гриферят. Пойду монтировать этот ролик сейчас или попозже. В общем, ставьте вот просто лайк. Спасибо, что смотрите. И правда расстроен, что постоянно кто-то гриферит, ругается, злится. Почему-то люди злые очень стали. Что такое? Да, привет, ребята. Если хотите вот так иногда меня повидать, заходите в описании, вот будем вот так стоять. Поэтому всем пока, ребята. Пойду монтировать. Пико-пико передаю вам привет. Давайте, пока.